Ведущая или певица? Певица. Стасян или Шухруло? Стасян. Конор или Хабиб? Хабиб. Заказать или приготовить? Заказать. Поспать или поесть? Поспать. Севомликун или севомлиовоз? Севомликун. Грусть или радость? Радость. Публичность или закрытость? Публичность. Написать или позвонить? Написать. Искусство или деньги? Искусство. Переиграть или недоиграть? Недоиграть. Фонограмма или живой голос? Живой голос. Внешность или внутренний мир? Внутренний мир. Шлепки или босоножки? Босоножки. Светскость или религиозность? Светскость. Куски? Кукси или окрошка? Окрошка. Любовь или дружба? Любовь. Гость или кунис? Гости. Петь или танцевать? Петь. Быть или не быть? Быть. Рано или Самандар? А-а-а! Блин, оба! Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? Двадцать шесть. Насколько чувствуешь? Семнадцать. А сколько дают? Двадцать-вадцать два. Почему хосэ? Друзья так называют. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Скажу так, что мое сердце занято. Почему развелась? Недопонимание, алкоголь, измены и так далее. Разведенка это приговор? В нашей стране отчасти да. Самое худшее в Инстаграме это удалять фотки с бывшим? Нет, конечно. Бывшим уж помогает? Нет, не помогает, но я подавала на алименты. Алименты состоят около двухсот тысяч в месяц. Ну, я их отдаю обладно. Что было после развода? После развода я была полтора года в депрессии, но потом взяла себя в руки и начала уже восстанавливаться. Муж просил вернуться? Да, было дело. Есть ли обиды на мужа? Нет, я все отпустила. Обида была сильная, поэтому, наверное, я долго не могла у себя прийти, но прошло время, я простила, отпустила, и сразу, как я это сделала, он просил вернуться. Было такое. Дети должны расти в полноценной семье? Ну, конечно, желательно, да, но если это полноценная семья, действительно стоящая. Если отец показывает плохой пример, я думаю, что не нужно терпеть. Дружба с бывшим мужем возможно? В каких-то случаях возможно, но не в моем. Почему? Потому что мы очень разные, и я думаю, что ребенок не должен ходить туда-сюда, потом в будущем это создаются какие-то проблемы. Ранний брак – это ошибка? Брак вообще – это лотерея, так что я считаю, что ранний он или поздний, главное найти своего человека. Но вообще это лотерея. Кому-то везет, кому-то нет. Есть договоренности с бывшим мужем? Нет, никаких договоренностей нет. Мы разведены, и мы как бы никак не связаны. Улыбка – это защитная реакция? Нет, у меня нет. Как относишься к пышным свадьбам? Хорошо, это же моя работа. Без свадеб не прожить певцу или ведущему? Ну, если у певца и ведущего нету как бы другой работы на телевидении, на радио и так далее, то да, не прожить. Каково петь, когда кто-то кушает? Изначально, конечно, это было очень тяжело, потому что я всегда сидела в зале до этого, но потом привыкла. Это же моя работа, я очень люблю свою работу. Свадьбы убивают искусство? Да. Кем мечтала стать в детстве? Дипломатом. Кем стала? Телеведущей, блогер, актриса и певица. В какой школе училась? 307-й. В какой-то национальности? Узбечка с уйгуркой. Веришь в гороскопы? Я люблю читать их, да. А в бога? Обязательно, ахамдуллинох. Вы инопланетян? Ну, я думаю, что это тоже не напрасно, думаю, что они существуют. Ходила кексеросенсам? Ходила отчитываться к бабушкам и в мечети. Ты суеверная? Нет. Посвясти. Твои странности? Я все-все-все кушаю с судьбой, и у меня громкий смех. Какое образование? Выше. Ты сама себя обеспечиваешь? Можно сказать, что да. Сколько тратишь денег в месяц? От 300 и выше. Сколько зарабатываешь? От 300 и выше. Ну, когда как? Сейчас, например, карантин, блин. Свадьбы – это легкие деньги? Нет. Это очень тяжелый труд, кстати. Зарабатывать на Инстаграм просто? Тоже нет. У меня 115 тысяч подписчиков на сегодняшний день, и они как бы не накручены за какой-то маленький период. Никакие гивы, никакие конкурсы мне в этом не помогали. То есть эти люди подписывались на меня в течение пяти лет. Справедливы ли гонорары блогеров и певцов относительно обычных людей? Я думаю, что каждому свое, и да. Самый дорогой подарок от мужчины? Машина. Валибол. Самый дорогой подарок мужчине? Красивый ужин, по-моему, и без меня не помню. Сколько у тебя долгов? Долгов? Сейчас? Так. Пару долгов есть. Немного. Наверное, 150 долларов. У тебя есть машина? Да. Какая? Некция третья. Сама купила или нет? Родители подарили на 25-летие. Какой у тебя телефон? iPhone X. Хотела бы новый, с большой памятью. Это подарок? Да. А что с твоим Малибу? Малибу? В общем, с Малибу у меня очень интересная история произошла. То есть, эту машину подарил мне бывший муж на день рождения, на 22-летие, по-моему. Кстати, она была механикой. А когда на сцене забывают, то смотрю на Сардора и говорю... И все. Ревнует ли к тебе девушка или жены твоих коллег? Было дело. Так как мы живем в такой стране, где к разведенной женщине относятся немножко иначе. И, конечно же, были такие ситуации. Но я всегда открыта к диалогу. Я очень честна с собой и со всеми. Поэтому никаких таких ситуаций, в принципе, не было. Я сразу все разъясняла и объясняла. Целоваться и оголяться на сцене – это нормально? Нет. Сможешь заплакать? Ну, сейчас нет, потому что мы не на все общей площадке. А так я снялась впервые в жизни у Зибона Абрузовой в фильме «Маликя». Он должен скоро выйти. Там мне приходилось и плакать, и смеяться, и все это проживать. Поэтому хочу сказать, что у актеров и актрис очень тяжелая работа. Насколько ты ревнивая? 10 тысяч процентов. Ты росла в полноценной семье? Да. Если разводятся родители, то, вероятнее всего, разведутся в будущем дети? Не думаю. Когда-нибудь первой признавалась в любви? Нет. Была любовь с первого взгляда? Да. Тебе изменяли? Да. Лично ловила за измены? Да. Прощала измены? Да. Ты делала аборт? Нет, я не делала аборт, но я потеряла первого ребенка. Ну, блин, это грустно. Аборт – это преступление? Да. Смогла бы выйти замуж за мужчину с ребенком? Это тяжелый вопрос, честно говоря. Я считаю, что одного прошлого хватит на двоих, то есть моего. И хотелось бы, конечно, выйти замуж за человека, у которого нет в прошлом, не было, как такового. Могла бы стать второй женой? Нет. Я никого не осуждаю. Ни любовниц, ни вторых жен, ни жен. Потому что я считаю, что только Бог может судить нас всех. Но, свою точку зрения, я хочу сказать, я бы не смогла быть второй женой в силу своего характера и своих каких-то убеждений жизненных. На тебя поднимали руку? Да. Кто виноват в домашнем насилии? У всех по-разному. У всех своя ситуация и история. Как относишься к смертной казни? Ах, блин. Вообще, конечно, отрицательно, но если это коснется моего ребенка, и вообще детей в мире, такие твари, как педофилы или какие-то, ну вы поняли, плохие люди, то им можно. Хотя это тоже не мое дело, пусть меня Бог просит. Как относишься к проституткам? Это их жизнь. Нейтрально. Самое главное в отношениях? В отношениях главное это любовь, в первую очередь, взаимопонимание и уважение. И принятие друг друга. Девушка-артистка – это позор? Я, если со своей стороны скажу, конечно же, нет. А если взять узбекский менталитет наш, конечно, для многих семей быть артисткой и заниматься этой деятельностью считается позором, к сожалению. Но не всегда именно девушки-артистки делают что-то плохое. То есть необязательно быть какой-то профессией, чтобы делать какие-то непристойные вещи, я вам так скажу. Часто плачешь? Я очень эмоционально, можно сказать, что да. Ну, не так прям часто, но бывает. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Конечно. Много у тебя друзей, которых ты держишь во френд-зоне? Нет, у меня все друзья, они в отношениях, то есть у нас абсолютно кристально чистые отношения дружеские. Депрессия – это реальная болезнь? Да, очень многие девушки не обращаются к врачу, к психологу. Когда случаются какие-то очень тяжелые ситуации в жизни, я очень бы посоветовала девочкам обязательно обращаться к психологу, работать с ним. Потому что я потеряла свое время, пока сама себя не взяла в руки. Но вообще, если у вас есть возможность, то обязательно пообщайтесь с психологом. Настолько ли ты счастлива в жизни, как на фотографиях? Да. Ты занимаешься любимым делом? Я занимаюсь своим самым любимым делом, то есть я каждую свою работу обожаю. Ты свободна в действиях? Нет, потому что я человек, который работает на телевидении, то есть я не имею права делать какие-то вещи. Ты красивая? Да. Какой у тебя есть комплекс? Был комплекс, сейчас его нет уже, потому что я набрала вес, я была очень худой долгое время, и в школе меня называли за это шваброй. Материшься? Да. Самое главное во внешности мужчины? Ну, хотелось бы, чтобы он был стройным и высоким. Мистер Икс в твоей жизни до сих пор? Да. Часто врешь? Нет, только по мелочи. Ты сплетница? Нет. Как тебя хейтят? Всегда по-разному. За мой смех, за мою одежду, за мои танцы, ну, в общем, за все. Всегда найдутся люди, которым ты не нравишься. Это нормально. Что скажешь своим хейтерам? Будьте счастливы. Есть фейковые аккаунты? Нет, никогда не создавала левых аккаунтов, никогда ни за кем не следила, то есть если мне что-то не нравилось, я просто описывалась и никогда не оставляла какие-то негативные комментарии. Часто меняешь свое мнение? Ну, когда как. Почему мужики козлы? Нет, они не козлы, почему, они люди. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? 10. Насколько ты оцениваешь себя в творчестве от 1 до 10? Так как я очень хочу дать свой концерт, это моя мечта, 8 пока что. Живущий и родившийся в Узбекистане обязан знать узбекский? Желательно, да. С милым раем в шалаше? Нет. Хочешь уехать? Только попутешествовать. Какая у тебя репутация? Хорошая. Инстаграм приносит тебе счастье? Конечно. Накручивала подписчиков? Никогда. Ловила с левых аккаунтов своих знакомых? Честно говоря, нет, но я думаю, что их немало. Делала пластику лица или тела? Никогда. Ты принцесса? Ну, если вот сказать, как ты вот мне объяснил, Сэм, то в какой-то степени да.